Интернет-мошенничество Интернет-мошенничество Это новый вид преступления сейчас В основном Начало прогрессировать с 2019 года По нынешний день сейчас Очень сильно прогрессирует Люди до сих пор обманываются, допустим Но все-таки попадаются на уловки интернет-мошенников Этим преступникам, мошенникам Именно непосредственно У нас здесь статья 190-я статья Мошенничества В Уголовном кодексе Республики Казахстан В зависимости от тяжести Квалифицируется Часть вторая Часть третья, часть четвертая От суммы ущерба зависит При раскрытии интернет-мошенничества Самыми первыми трудностями Является ответ из банков С Каспий банков С других банков второго уровня Это Фордума, Холмага, Юразийск Потому что мы отправляем запросы Только санкционированном виде Получается, мы не можем Пойти напрямую с ними Контачить и напрямую брать Потому что это все конфиденциальная информация Третьих лиц Это все совершенно секретно Как бы В ходе, в рамках уголовного дела Отправляя запросы Мы, получается, ждем ответ Буквально 3-4 дня Пока они там Разработают все, отправят Пока она к нам дойдет За этот момент уже Мошенники, получается Эти денежные средства Которые ушли Они уже на еще 10 часов Так разделяются И в самом конце уже уходят За границу далеко В Украину, в Россию, в Польшу И еще там Разные страны Получается, самая главная проблема Это ответ из банков Не можно напрямую с ними контактировать Раньше я думал, что Пенсионеры только В основном люди пожилого возраста Они как бы Они сталкивались в основном А сейчас Как практика нам показывает И молодежь тоже попадается Получается, и люди среднего возраста И пожилые люди В независимости от возраста Все попадаются на уловки мошенников В основном, конечно, пенсионеры У них просто ущерба покрупнее будут Молодежь в основном попадается Но они все-таки осознают В каком-то уже процессе И вовремя успевают Осознать ситуацию И обращаться в полицию А пожилые люди Ну, они не полностью осознают Даже когда на момент Когда их приглашаем И, допустим, пишут они заявление Там, обращение Они даже и в этот момент До сих пор не осознают Здесь сидят и верят Утверждают, что они помогут Это они мошенники В этом видео В этом порядке Раньше, как было Раньше звонили из банков Представлять сотрудниками банка Это классическая схема мошенничества Сейчас есть раскрутка денежных средств Казмонайгазовских Инвестиций Допустим Мошенники, когда Якобы От официальных сайтов Они высылают акции Фейковые объявления Рекламируют в Инстаграме В Фейсбуке В ВКонтакте Еще в таких мессенджерах В соцсетях В Ватсапе Ссылки непонятные Подозрительно Ведь Когда человек проходит по ним По всплывающему окну Там даже Хочешь удвоить сумму денег Чем больше вкладываешься Тем больше выигрываешь Фотографию Все используют Прибегают Ко всем возможностям Лишь бы Чтобы сотворить Свою цель Достичь Мошенничества Заводить денежными средствами Есть факты Например Когда звонят С органов полиции Якобы Ваш сын попал в аварию И чтобы его выручить Оттуда Чтобы вытащить С этой беды Нужно отпаять 300 тысяч Потому что прокурор Не соглашается В этом плане Мошенники Есть мошенники Они разные способы Чем больше прогрессирует Интернет Чем больше Разновидностей Мошенников Мошенничества И вот эти вот Виды преступлений Они разбиваются Видите Каждый день Допустим У нас обращалась Потерпевшая 18 миллионов В тенге Ей позвонили Мошенники Якобы Предложили Раскрутить Денежные средства Якобы Чем больше Вкладешь Вложишь В деньги Чем больше Поднимешь Как бы Она согласилась На что Хотела арестовать Съехал Кто не Пьет шампанское В этом плане Получается Она пострадала В итоге На 18 миллионов В тенге Продала Две квартиры В этом плане Сейчас снимает Квартиру Допустим В ходе запроса В ходе Оперативно-развитых Мероприятий Было установлено Что денежные средства В основном Ушли За границу На криптовалюту И в том плане Сейчас проводятся Оперативно-развитые Мероприятия В установлении И передвижения Денежных средств Дальнейших Раскрытий Преступлений Бабушка Которая обратилась Получается Она смотрела Телевизор Ну как Обычно Сидела дома Смотрела телевизор И там Получается Российского канала НДВ Она увидела Объявление Якобы Что рекламу Что Есть лица Которые Отпорчат Сглаза Лечат космосом Космическим способом Она согласилась На это Решила Лиснуть Провериться Все получается Звонит По номеру Указанному Там Объявление В рекламе И все Начинается диалог Якобы Здравствуйте Здравствуйте Вы по какому вопросу Вот Я увидела рекламу И хотела бы Вас проконсультироваться Как это все будет Допустим Вы могли бы проверить Да конечно Проверка у нас Бесплатна И все Началось Допустим Вот мы сейчас проверяем Сейчас вас Соединим С специалистом Которые Непосредственно Как бы Ориентируются В этой сфере Вот там Шаман Как бы Маг С ними Связываются И все Они говорят Что у вас Пять порчи Вы когда-то В детстве Там упали Где-то Не там Отвертку Взяли Где-то И вот Оттуда Конечно Смешно Это Но так или иначе Факт остается Фактом Им удалось Обмануть Бабушку Что они Вылечили с помощью Космоса Космической силы Которая Дана природе В этом плане И бабушка Появилась Допустим Обманулась На эти Уловки Трюки Мошенников В итоге Ущерб Причинение 23 миллиона Порядка 24 миллиона Все Шансы Шансы Малые Потому что Это давно Было И на Поздно Обратилось Получается Уже Денежные Средства Ушли Уже На территории Североказахстанской Области С начала Года Зарегистрировано 214 Фактов Интернет-мошенничеств В 2022 году 284 Факта Было Зарегистрировано Это показывает Снижение Интернет-мошенничеств На минус 24% Получается С января Месяца По апрель За 3 За 4 месяца Вот столько уже Потом у нас По городу Петропавловск Зарегистрировано 173 Фактов Мошенничества Также у нас Петропавловск Делится еще На 3 территориальности Получается Центр Первый отдел Второй отдел По центру У нас Интернет-мошенничеств На 107 Фактов По первому Отделе 34 И во втором Отделе 32 факта Зарегистрировано Интернет-мошенничества На сегодняшний день Первое Конечно Если вам звонят Представляют Сотрудниками банков Это сейчас У нас Есть же поговорка Если звонят С банка Это уже не с банка Надо уже учесть Вот этот момент Потому что Сотрудники банка Не звонят И не сообщают Вот в этом плане Что Ну как бы Нужно пресечь Вот это Что Какие бы мероприятия Проводить Это не в их компетенциях У них другая У них другая Как бы Работа Сфера немножко Они отвечают За За переводы Ваши там У них данные По крайней мере Ваши данные Есть у них уже И они не будут По телефону Вам сообщать Они максимум Вызовут К себе Даже если позвонили Нужно сразу Обратиться В этот банк Допустим В отделение Филиал Форты банка Каспий банк Банка второго уровня И там же Уточнять Сразу Не лениться Идти прям туда И уточнять Факты Уже оттуда Если все таки Есть Все таки Если звонки Правдивы То нужно Написать заявление Там даже Предпринимать меры А если Во время уточнения Такого Факта нету Что это Звонили мошенники То конечно Надо беречь Тебя Не передавать Сразу Не вестись На уловки Мошенников А если Допустим Из органов Звонят Высшестоящих Инстанций Также могу Пояснить Что сотрудники Полиции Этим не занимаются Кредиты Еще какие-то Это банковские Все эти данные Это банковские Транзакции Мы занимаемся Уголовным характером Правонарушения И Профилактикой Уголовного Ну Ни в коем случае Не банковскими Делами Это не в наших Компетенциях Тем более Прокуратура Комитет Национальный Безопас Этим не занимаются Мы можем вызвать Себе Мы вызываем Повесткой Себе Можно обратиться Тоже В органы Допустим Откуда звонили Мошенники Кем представлялись Да Если уже все-таки Попались на уловки Мошенников И им удалось Завладеть Вашими Единичными Средствами То конечно Нужно Прийти В районный отдел полиции В зависимости Где вы находитесь В управлении полиции И написать заявление Или позвонить Обратиться на 102 Написать заявление Предоставить себе Данные Переговоры Номера телефонов Транзакции Банковские карты Куда были переведены Денежные средства Когда оформили Когда звонили Как все было Все вот эти мелкие Даже Акцент человека Когда разговаривал Какой был Все вот эти моменты Учитываются Обязательно нужно Написать заявление Профилактика Это наша Неотъемлемая часть Потому что Сейчас Только профилактика Поможет Потому что 90% случаев Люди сами Виноваты Потому что Сами же дают Свои данные Допустим Ведутся на ловке Мошенников И получается Им легким способом Удается за какие-то Три часа Буквально Обмануть человека Профилактику Мы проводим В школах В больницах На улице Лисовки раздаем В садиках Допустим Путь до подъезда Прям до квартиры Доходим Каждому Индивидуально Объясняем Не знаю Как бороться с этим Мы решили Каждому Индивидуально Приходить Сообщения Отправляются Сейчас В кинотеатрах Роликах Допустим В банках Во время переводов Там Выходит Даже Сообщения Приходят Осторожно Мошенники Не переводить Деньжные средства В этом Предупреждение Барашюрки Раздаются Видеоролики Высылаются Везде В статусах В соцсетях Мессенджерах И тому подобное Везде проводятся Профилактические Мероприятия Тренинги Проводятся Даже В любом случае Если человек Что-то непонятно Может прийти Обратиться На пульте 102 Либо В любое отделение Полиции Там Объяснят Что да как Если кому-то Что-то непонятно Если вот Позвонили с банков И что-то непонятного Сразу можно Обратиться К полиции И все Объяснят Мошенники Или не мошенники Сами там По крайней мере Попытаемся Разобраться К примеру Я могу привести Вот Ну вот Которые Лечили космосом Тоже интересно Было Мы с ними Получается Они звонили Переговаривали Напрямую С ними Разговаривали Получается Вели диалог Потом Когда сотрудники Банка Звонят Просит Установить Приложение Анидеск Тимвью Удаленного Доступа Вот эти моменты Интересные Получаются Люди устанавливают И они Поясняют Что нужно Сейчас Код отправить Если код Отправите То Все уже Ничего не будет Вам грозить Отправляют Код Так чудесным Образом Оформляется 4, 5, 6 Миллионов Допустим На человек Кредит Просто Мне интересно Допустим Человек идет Сам оформляет Кредит Ему не дает Кредит А когда Мошенники звонят Банки Почему-то Выдают Легким образом По 4, 5, 6 Миллионов Вот этот вопрос Меня сильно Тоже Интересует Тоже Как бы